Продолжение следует... Мы говорим про 2B, про 2C, это первично Т4B, Т3B меланомы, которые видно, так сказать, с двери. То есть мы тут про какую-то раннюю диагностику не говорим. В эпоху, когда у нас есть дерматоскопия, цифровая дерматоскопия, различные методы, не только зарубежные в виде фотофайнера, но и отечественные, такие как РДС. Здесь хочется показать пациента с вот такими множественными невусами на коже спины. И, в принципе, невооруженным глазом никакого гадкого утенка клинически здесь невозможно обнаружить. Поэтому при дерматоскопическом исследовании видим вот такое образование, гистологически подтвержденное. Вот это ранняя меланома, которая и должна выявляться сейчас именно в современном мире, при современном оснащении и в современном доступе к знаниям, естественно. Дерматоскопия, она у нас доказательно, значительно увеличивает диагностическую точность, но именно среди обученных врачей, то есть ознакомившихся с азами, и не только азами. Это в достаточно высокий уровень доказательности. Есть представлены уже не одни метаанализы на тему того, насколько дерматоскопия улучшает диагностическую значимость при первичном приеме пациентов и при профилактическом приеме, когда мы, вот как на первом слайде, видим, что у пациента, в принципе, ничего не бросается в глаза, гадких утят клинически нет, но при дерматоскопии преимущество данного метода – это неоспоримо абсолютно, потому что это простой метод, быстрый, достаточно дешевый и очень компактный. Мы этот дерматоскоп можем носить с собой в кармане абсолютно без проблем. У нас предыдущий докладчик рассказывал различные методы объективизации субъективного подхода при осмотре пациента. У нас есть различные методики, потому что все мы достаточно субъективны, кто-то видит разные оттенки. Эти методики позволяют объективизировать то, что мы видим субъективно, и на этой основе обосновываться в нашем выборе дальнейшей тактики. Также у нас есть сравнение паттернов моделей строения меланцитарных невусов. Все доктора, которые имеют опыт в дерматоскопическом наблюдении, перед тем, как поднести дерматоскоп к какому-то образованию, естественно, уже предполагают, что они там увидят в зависимости от фототипа кожи, в зависимости от возраста пациента. То есть по одному невусу, в принципе, можно сказать, какого цвета кожи, приблизительно какого цвета глаза у этого пациента и какого возраста он, только просто по дерматоскопической картинке одного какого-то меланцитарного невуса. И также хочется сказать, когда мы подносим дерматоскопы и ожидаем увидеть что-то там характерное, но видим абсолютно другую картинку, это повод задуматься. И, естественно, когда эта картинка не укладывается у нас в что-то абсолютно обычное, естественно, это требует морфологической верификации. Здесь у пациента в анамнезе уже с меланомами, поэтому он достаточно часто наблюдается, с меланомой третьей стадии. Жалоба его была основная на кератоз, который у нас представлен выше, и образование, которое ниже на макроснимке, в принципе, ожидалось там увидеть до поднесения дерматоскопа все-таки больше забазально-клеточный рак, потому что образование розового цвета, без дерматоскопа здесь даже не видно пигментной сети, которая видна при дерматоскопии. То есть здесь и атипичная пигментная сеть, атипичные глобулы, что говорит об эксцентричном росте, о сегментарном росте, чего не должно быть, в принципе, в нормальном образовании, и атипичные сосуды полиморфные здесь. И, как мы видим, что это все равно достаточно ранняя меланома, но вторая меланома у данного пациента. Стоит отметить, что пациенты с в анамнезе, имеющие какой-то рак кожи, базально-клеточный рак кожи, даже если который очень распространен, либо меланома, у них повышенный риск возникновения другого рака кожи, в том числе и второй меланомы. Стоит отметить, у этого пациента мы еще убрали еще два базально-клеточных раков с течением времени. То есть у пациента две меланомы и два базально-клеточных рака, которые появлялись в течение наблюдения. И о чем говорил у нас предыдущий оратор, сравнительный анализ имеет большое значение в нашей диагностике, особенно у пациентов с диспластическим невыносным синдромом, с ФАМ-синдромом. То есть когда мы видим вот такое образование интересующее у нас и такие вот соседи у него, как на слайде слева, то, естественно, это образование должно быть подвергнуто какой-то гистологической верификации. Если же у него все образования такие вот соседи, как справа, то стоит, естественно, вот этот пациент нуждается в цифровом картировании и в наблюдении всех кожных покровов и всех образований. Что же у нас касаемо клинических рекомендаций и цифровой дерматоскопии? То есть мы сейчас на данный момент в наших действующих клинических ремендациях имеем такую строку, как для первичной диагностики меланомы применение последовательной цифровой дерматоскопической картины, цифровой дерматоскопии у нас является уже показанием для пациентов с подозрением, с высоким уровнем доказательности. И самая современная методика и самая, ну, одна из наиболее, наверное, афишируемых и пропагандируемых в СМИ, это, конечно же, фотофайндер. Также он имеется у нас в медсанкологии, также у нас есть и отечественный прибор РДС, который также позволяет проводить цифровую дерматоскопию и фиксацию картинок с последующим наблюдением и с последующей визуализацией изменений каких бы то ни было в этих образованиях, тех, которых мы ожидаем при доброкачественном образовании, либо тех, которых мы не ожидаем, а которые для нас являются настораживающими. Стоит напомнить о том, что диспластический невус еще в начале 2000-х годов ведущими дерматоонкологами международными было, ну, сначала выведен тезис, а потом подтверждено, что диспластический невус не является предшественником, а уже является развивающейся меланомой. То есть тогда, когда у нас еще не было настолько широкого доступа к дерматоскопии и цифровому картированию, считалось, что, ну, вот у нас какой-то неоднородного цвета меланцитарное образование, оно у нас, как бы, мы его наблюдаем, потому что, ну, это больше ставился диагноз атипического невуса. Но если он меняется, то в дальнейшем это переходит в меланому. Но было доказано, что, в принципе, диспластический невус, сколько бы их мы ни удаляли, это остается диспластическими невусами, они не меняются с течением времени. Если образование меняется с течением времени, то, конечно, это говорит в пользу того, что это все-таки недоброкачественный диспластический невус, это уже меланома в самом начале была, на тех ранних изменениях. Диспластический невус или атипический, как мы его имеем право назвать, клинический, конечно же, мы помним, что по мнемоническим правилам он обладает всеми признаками меланомы. То есть когда мы, к нам приходит пациент с таким образованием, плоским, не выступающим над поверхностью кожи, то здесь все правила АБЦД есть и клинический, и дерматоскопический. Данному пациенту мы обязаны говорить о том, что это, конечно же, все-таки с вероятностью 50% может быть меланома, потому что мы не можем здесь исключить клинический, дерматоскопический, диспластический невус, полиморфную, дерматоскопическую картину, образование шпицоидного ряда, это может быть также шпицоидный невус. То есть мы таких пациентов с самого начала, если честно, не ошарашиваем диагнозом, не клинические меланомы, идти в диагностику мы здесь проводим с другими доброкачественными, но также очень неоднозначно выглядящими образованиями. Что же у нас в клинических рекомендациях? Говорится про цифровое картирование. То есть фотографирование всего тела может быть полезно для раннего выявления меланомы кожи у пациентов с высоким риском возникновения меланомы кожи. Также еще возможно проведение краткосрочного цифрового мониторинга при неоднозначных образованиях, в которых нет стопроцентных признаков меланомы, но для нас они выглядят неоднозначно. То есть вот такие образования мы имеем право наблюдать где-то с полутора до четырех с половиной месяцев. Также стоит отметить, что не имеет смысла приглашать пациента с такими какими-то настораживающими признаками до трех месяцев, потому что никаких изменений в этом образовании произойти не может. Настолько быстро у нас не развивается ни меланома, ни раннее меланома. Мы помним, что у нас большинство меланомы, из всего ряда меланомы, представлено, конечно, все-таки поверхностно распространяющейся формой. Провечно распространяющейся формой мы знаем и видим пациентов, которые иногда ходят с этими образованиями по 10 и даже по 20 лет, с нежеланием просто удалять, потому что объективно это у них не вызывает никакого дискомфорта. То есть эти образования находятся в горизонтальной стадии роста и достаточно прилично себя ведут очень долгое время. Конечно же, мы знаем про узловую форму, которая за месяц-два может измениться, но это уже не то образование, в которое есть просто спорные какие-то моменты, это то, которое требует удаления. Поэтому где-то преобразование, которое для нас неоднозначно, мы не можем достоверностью сказать 100%, что это доброкачественное, мы имеем право его понаблюдать до 4, ну, пригласить на контрольный осмотр через 4 месяца и после этого уже определиться, какие там изменения происходят. Еще раз возвращаясь к цифровому картированию, метод достаточно распиаренный на данный момент, и много пациентов приходит, которые хотят просто его сделать, просто ради того, чтобы сделать. Но это пациенты, у которых множественные, например, к примеру, гемангиомы, истинно меланцитальных образований нет. То есть это метод, у которого есть достаточно четкие показания, кому он показан. То есть это пациенты с первично множественными злокачественными опухолями, такие пациенты, как у нас есть, с несколькими меланомами, то есть пациенты, у которых в анамнезе 4 меланомы, но перенесенные за 15 лет, и пациент с диспластическим невусным синдромом. Конечно, это тот пациент, которому требуется такое наблюдение. Пациенты с ФАМ-синдромом. Напомню, что это такое. Это пациенты, у которых в семье были диспластические невусы. У него диспластические невусы, и в первой линии родства была меланома. То есть вот этот пациент, естественно, у него есть прямые показания к цифровому картированию с определенным интерванулом. И синдром диспластических невусов, просто потому что мы не можем запомнить в течение четырех месяцев каждый его невус, как он выглядел. И даже не можем просто, даже если мы фотографируем это на телефон, как это часто бывает при каком-то наблюдении какого-то одного образования, мы здесь не запомним, где они здесь были точно. Поэтому фотофайнер для нас здесь, вот прямо палочка-выручалочка, которая точно нам картирует на коже, где какое образование, и совместит макроснимок с дерматоскопическим снимком, позволит оследить нам какие-то минимальные изменения, которые позволят заподозрить уже не диспластический невус, а именно меланому на этом месте. Фотографирование всего тела. Здесь у нас на слайде представлены типичные позы, в которых мы это делаем. То есть здесь просматривается, в принципе, все тело. На данном слайде модель у нас белье. По правильному, конечно же, белье не должно быть. Здесь ладони, подошвы, как мы видим, здесь фотографируется абсолютно все. И в зависимости от клинической картины, где-то интервал это 6-18 месяцев. Оно является наиболее эффективным способом обнаружения вновь появившихся образований. И этих вновь появившихся образований оценить, насколько они подозрительны. С этой целью хочу рассказать нам историю пациентки, у которой была в анамнезе меланома инситу. Также на бедре, только на другом бедре, был диспластический невус. Пациентка находится на постоянном наблюдении, мы с ней встречаемся где-то раз в 4 месяца. И видим, что образование 4 месяца назад его еще не было. То есть 4 месяца этого образования не было. И сейчас оно всего лишь 2 с небольшим миллиметром, как мы видим из линейки. И оно появилось, оно абсолютно не похоже на все остальные. У него есть достаточно настораживающие нас критерии. Видим по гистологическому выключению, что это подтверждившаяся меланома уже даже не инситу. Уже все-таки это такая более глубокая. И хочется отметить еще, конечно же, что пациенты, которые проходят уже лечение по поводу меланомы кожи, помимо какой-то диагностики, которая проводится, так сказать, при наблюдении химиотерапевтами, при получении системной терапии, конечно, они все равно должны осматривать всю кожу не только сами, но и при помощи метода дерматоскопии. Потому что многие образования, которые кажутся без дерматоскопа достаточно безобидными, которые можно спутать даже с теми же гемангиомами, они абсолютно при дерматоскопии абсолютно имеют другой вид. И как здесь представлено на слайде, здесь всего лишь образование до 2 мм, но это уже метастаз меланомы, который выглядел клинически абсолютно безобидным образом. И говоря про все-таки фотоскрининг, у нас особенно в эру коронавируса появилось достаточно много приложений, которые позволяли определить, с какой же скоростью надо все-таки найти врача, к которому обратиться. У нас сейчас достаточно много приложений, которые по фото могут, конечно же, они не являются клиническим заключением врача, но могут ускорить обращение пациента к профильному специалисту. У них есть все-таки смысл в плане того, чтобы все-таки пациент сделал это быстрее. И стоит отметить именно про родинки, наше такое отечественное изобретение, которое на достаточно большом пуле образования, конечно же, он не обладает стопроцентной достоверностью, но при сложной доступности консультации это имеет место быть для того, чтобы все-таки, повторюсь, решить, как, насколько быстро бежать с этим. Спасибо за внимание. Продолжение следует...